Номера вешаются сразу в момент регистрации. В чем проблема? Вот здесь повесили. Потому что не повесили. Объяснить, почему ехал без номеров, водитель этой новенькой иномарки так и не смог. Зато исправил нарушение на месте буквально за две минуты. Правда, штрафы избежать не удалось. Эта статья, по словам инспектора, не предусматривает поблажек. У нас водитель управлял машиной без регистрационных знаков. В данный момент во время остановки они лежали в багажнике. И это лишь одно из нарушений, за которое штрафовали сотрудники ГАИ. В подзоркие глаз инспекторов попали также тонировка, ксеноновые фары, нетрезвые водители и движение в неположенных местах. Так сотрудники ГАИ провели очередной ежегодный рейд. Для одних он стал неожиданностью, для других лишь поводом зайти в соцсети. Только инспектор выходит на дорогу, о нем уже знает водитель. Так нарушителей ловили в Затоне, на Московской и набережной космонавтов. В этот раз на дорогу вышла даже прокуратура. При сотрудниках прокуратуры уже не каждый водитель идет на конфликт именно с сотрудником ДПС. Много таких конфликтов? Ну, достаточно. Что говорят? Ну, будем жаловаться, вплоть до увольнения, что завтра уже сотрудник не будет работать. В этом случае обошлось без угроз. Водитель был на удивление приветлив и вежлив. Но прежде чем показать документы, сделал звонок. Обойти закон так и не удалось. Тогда молодой человек попытался решить вопрос на месте. Ну, ребята, вы согласитесь, понормально. Две тысячи платить за то, что я здесь посидел в кафе и выехал. Не посидели в кафе, а что вы здесь ездите? Вам в кафе надо обязательно на машине подъехать? Вы пешком уже не в состоянии до кафе дойти? В состоянии. Там знака нет. Зато знак есть здесь, показывает инспектор. Уже лет 15, как тут пешеходная зона. А незнание закона не освобождает от штрафа. Предупреждение мне сделали, я в следующий раз наверх поднимусь, нарушать не буду. Но сразу задавать две тысячи, но это деньги. У нас в Саратове получают зарплату 15 тысяч. Я не в Москве живу. Таких недовольных на набережной космонавтов оказалось много. В течение получаса здесь выстроилась целая очередь за штрафом. Жильцы соседнего дома говорят, обычно за день по этой дороге проезжает около ста машин. А сегодня водителям просто не повезло. Те, кто вовремя смог заподозрить неладное, выкручивались разными способами. Анна Ковалева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.